Приветствую вас и первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать, заключается в том, для чего вы читаете форумы. Ну то есть, вот серьезно, зачем вы читаете все эти форумы, где сидят люди с определенным, ну скажем так, настроем, с определенными взглядами, с определенными проблемами и так далее, для чего вы это делаете. Почему вы сами сидите на этих же форумах и черпаете оттуда информацию, что вам не дает, просто общаться с людьми, а выбрать мужчину, который вам нравится. Для начала определив критерии этого мужчины, для начала определив качество этого мужчины, его характер, типаж, если угодно, что-нибудь еще. И далее для себя, не решив, что нужно ему, хоть женщины. Видите ли, если вы позиционируете себя, как уже, ну, безнадежного человека, если вы возраст, свой возраст, оцениваете, ну, скажем так, как конечный, а ведь вам, по сути, еще только 30 лет, у вас даже процесс старения еще не начался, вы еще развиваетесь, вы еще молоды, вы даже еще, по сути, не находитесь на пике своего развития, пик будет только через 3 года и будет продолжаться какое-то время. И вы уже почему-то считаете, что у вас нет шансов. Я думаю, что нужно не стремиться именно выйти замуж. Я думаю, что нужно не стремиться именно построить любовь. Потому что построить любовь у вас не получится. У вас получится начать отношения, хорошие отношения, правильные отношения, там, интересные отношения и так далее. Вот это у вас делать получится. Но для этого нужно работать с самооценкой. Для этого нужно работать над тем, чтобы развиваться самой, постоянно повышать свой кругозор, быть интересной и не сомневаться нисколько в себе. все в ваших руках. Главное, чтобы вы верили в себя. Чтобы вы верили, что все возможно то, что в ваших силах. А в ваших силах очень много. Главное, чтобы вы могли дать мужчине то, что он хочет. Любой мужчина, будь то мужчина по старше, будь то мужчина помоложе, не важно. Главное, чтобы вы могли это мужчине дать. И вот если вы это мужчине сможете дать, то тогда проблем никаких не будет. Тогда, только если вы будете думать не о себе, а о мужчине, если вы будете реально пытаться удовлетворить его желание и потребность, быть той, кем он хочет вас видеть, или быть той, кто ему нужен, тогда у вас все получится. Для этого нужно, во-первых, осваивать образ женского поведения. Во-вторых, переработать свой внешний вид, свое поведение, отношение к жизни, хобби, досуг и так далее. И в-третьих, для себя, в первую очередь для себя, сформулировать вопрос, который я уже вам додавал. Это какой мужчина вам нужен? Вот просто молодой, как вы здесь пишете, молодой и симпатичный. Этого достаточно мало для того, чтобы, ну, когда, критизировать человека, который вам нужен. Потому что молодость, это не только возраст. Молодость, это отношение к жизни, это психологическое направление человека, это его мысли, это его там поведение по вступке. Молодость и старость, это вещи относительные. И они к физическому возрасту имеют весьма, весьма, ну, такое. Не скажем, чтобы прямо совсем отдаленное отношение, но и не самое близкое. Поэтому мне кажется, что вы слишком засыкливаетесь на своих желаниях. Вам нужно понять, чего же вы, собственно, хотите. Если брак, то простите, брак – это ваше личное желание. Если любовь, то простите, для любви нужно что-то делать и для начала, и самое главное – отдавать что-то для любви. Любовь по-другому не построит. Любовь – это безусловное желание делать человека счастливым. И если вы этого хотите, начинать нужно уже сейчас, начинать вам. Начинать как? Показать мужчине, который вам нравится, что вы можете дать ему то, что он хочет. И если он хочет, пусть придет и возьмет. И все. Нужно быть женщиной. Нужно, чтобы мужчина вас вдвоевал. Нужно учиться быть слабым. Нужно учиться привлекать мужчину. Для этого нужно осваивать те модели женского поведения, которые вас устраивают, которые вам нравятся. Модели женского поведения – это почти всегда образ, носитель моделей. А образ вы можете выбрать любой и стараться быть на него походим. Я думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос. Если какие-то дополнительные удовольствия у вас остались, пишите, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаю чего-лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...